Приветствую всех зрителей и в этом видео я сделаю обзор на чехол своего смартфона. В данном случае у меня Xiaomi Redmi Note 7, но я скажу сразу, что этот чехол можно заказать на самые различные модели Xiaomi. Поэтому ссылочку на этот чехол я оставлю в описании под этим видео. Я его покупал на сайте AliExpress, пользуюсь этим чехлом уже больше чем полгода. Он довольно крепкий, ударопрочный, поэтому я его вполне могу рекомендовать. Уже прошел некоторые краш-тесты, падения со стола и с кармана. Смотрите, что произошло всего лишь за полгода с ним. Немножко, видите, стерлась краска, да и в общем-то все. Когда я покупал себе чехол, когда я подбирал на свой смартфон, я хотел с подставкой. Я еще переживал, чтобы эта подставка была крепкая. Не просто, знаете, подержалась месяц-два и отвалилась. Нет. Мне хотелось крепкую. Хочу сразу сказать и реально положительный отзыв оставить насчет этой подставки. Довольно крепкая и прочная. Всегда плотно она выставляется и ставится на место. Много раз она мне помогала и выручала смотреть какие-то видео на столе. Поэтому подставка реально прочная. Советую, конечно, примерно раз в месяц, может быть, чаще протирать этот чехол от смартфона, вытаскивать. Я его не доставал уже месяц. Сейчас достанем. Посмотрим, насколько сильно запылился мой смартфон. Довольно все плотно, четко прилягает. Поэтому чехол реально крутой. Смотрите. Что касается чехла, черно-красного цвета он. Красный цвет это такой прочный, толстенький пластик. Черный цвет, он прорезиненный. То есть, по сути дела, его даже можно отсоединить. Но зачем это делать, не вижу смысла и пистолетно никакого. То есть, реально чехол классный. Своих денег он стоит. Ссылочка будет в описании под этим видео на этот чехол. Протирайте немножко чехол. У меня здесь есть специальная тряпулина. С помощью которой я смогу протереть чехол. Но смартфон, последний раз, когда я его вставлял, я его не протирал. Поэтому, когда вы вставляете чехол, смартфон в чехол, смартфон желательно протереть. Видите, тут камера немножко запылилась. Потому что, все-таки, нося его в кармане, пылюка проникает под чехол. И желательно его протирать, чтобы не было трения пыли между вашим чехлом и смартфоном. Но так уже преображается смартфон, когда вы его протираете. Становится такой классный. Задняя панель у меня стеклянная. Она сегодня редминут 7. Черного цвета он у меня. Боковушки у меня пластиковые. Спереди я ставил на свой смартфон. Это, получается, и не стекло, это пленка. И не просто пленка, а какая-то прочная пленка. То есть, она по прочности примерно между стеклом и обычной пленкой. Стекло мне не очень нравится. Потому что при едином падении она сразу трескается. Хотя настоящий экран, оригинальный, он никогда не треснет от такого падения, от которого треснет это стекло. Но, натереть можно, и все четенько, классненько блестит. Смартфон как новенький. Вставляем его обратно. Чехол, сразу скажу, реально прочный. Все, плотный, все. Зашел, прилег. Все совпадения максимально точные. Все четко работает. Вот поэтому рекомендую этот чехол к покупке, если у вас смартфон Xiaomi. Подставка классная, он ударопрочный. Там есть, по-моему, три цвета, точно не помню. Я выбрал красно-черный. Ну, реально симпатичный цвет. Классно смотрится сам смартфон. Все, ребятки, спасибо всем за внимание. Кому понравился чехол, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал и всем успехов.